Добрый день, уважаемый наставник. Я вам дважды задавал вопрос и два раза последовало вашему совету, и результат был отличным. Какой путь выбрать, не знаю. Думаю, выбрать свою мечту или высокий доход. Посмотреть на себя, что у вас очень хорошо получается. Мне 21. Я уже полтора года в Москве решил открыть виртуальную торговую площадку, чтобы помочь оптовикам и магазинам продать их товары по всему миру. Я знаю, что у меня крупные конкуренты, но я не боюсь. Я люблю решить проблемы. Но без инвестиций вы не обойдетесь, это однозначно. Жена 10 детей. Все, что зарабатываю и уходит на жизнь, естественно, не хватает. Постоянно в минусах и в кредитах. Помолвка, сватба. Вопрос. Можно ли в моем случае как-то выйти из этого положения, если ничего лишнего я не покупаю? Это 10 детей, это целая команда. Просто посмотрите, каждый из них, в чем он силен. Хрест несколько вопросов. Открыть свою аптеку, ему придется потом это делать. Открыть свою аптеку, чтобы помогать большее количество людей. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели, уважаемые наши ученики. Добро пожаловать в рубрику «Вопросы Довлатова». Добро пожаловать. Хочу ответить на несколько вопросов, которые к нам пришли. С радостью служить вам. Пожалуйста, старайтесь из этой рубрики, из этой ответы брать для себя что-то полезное. В комментариях пишите свой опыт, делитесь своим опытом, свое мнение пишите, комментарии и так далее. Рекомендуйте нашу рубрику своим знакомым, друзьям. Пожалуйста, ставьте лайк, если это вам понравится или хоть какой-то малейшей пользы принесло вам. Ассаламу алейкум, уважаемый Сайдмурот. Мое имя Даурен, я из города Павлодар, город Республика Казахстан. Я предприниматель. Перезвожу котлы длительного горения. Занимаюсь этим полтора года. До этого занимался много, чем другим. Котлы нашего типа очень востребованы в нашем регионе. И заказы идут неплохие. Но пока дохода от этих заказов хватает, чтобы покрывать необходимые расходы. Но я знаю, что по истечении нескольких лет иншелло наш доход увеличится намного больше. Вопрос такой, стоит ли мне найти инвестора, чтобы изготовить, готовить продукции и выставить их в магазинах нашего города и соседних городов, чтобы заказов стало гораздо больше. Так я думаю, наш доход увеличится гораздо быстрее. И мы сможем увеличить наше производство. И сможем открыть рабочие места для людей с хорошими зарплатой. Или потихоньку откладывать деньги и постепенно год за годом расти. Как мне поступить? Дорогой мой Даурен, для вас самый лучший способ. Сами лучший способ. Используйте интернет-магазин. Используйте, потому что, чтобы в интернете продажи организовать, вам необходимости нету, чтобы вы, скажем, котли делали, потом продавали. Там достаточно картинку поставить и продавать. Поэтому используйте это. Найдите агента в разных городах и так далее. Дайте им вот эти фотографии ваши по планшете, чтобы у них был телефон или планшет, чтобы ваши агенты показывали, продавали и так далее. Но, в обязательном порядке, у вас, не знаю, ассортимент котлов много или немного. Если они у вас немного, только образцы делайте. Образец должно быть в тех городах, которые вы хотите распространять. Например, Экибастузы или там где-то еще город Семей или что-то рядом районы, которые есть и так далее. Ускамение или там Зрияновский и так далее. Вот это ряд, который у вас есть рядом. Все районы, все лакшлаки, которые есть, вы должны поставить по одной образцы. Вам не надо все. Просто образец поставьте, чтобы эти вещи люди видели, как это выглядит, они потрогали. Просто наш народ порой очень хочет, чтобы это видеть. Если вы образцы везде поставите, агенты нанимаете, наладите, дело у вас хорошо пойдет. И ставьте, дайте агентам нормальные комиссионные, и все они будут продавать. И они будут продавать, заказы берете, вы сделаете, отправляете. То есть, когда вы по заказу будете работать, особенно первые годы работаете по заказу, тогда у вас риска не будет. У вас не будет риска. То есть, чтобы заморозиться или издержки не будет, тогда вам, может быть, и инвестор не нужен будет. Но если вы по заказу научитесь работать, эта модель работает. Это самый лучший вариант для вас. Если вы это не умеете делать, вы инвестора привлекаете, делаете, потом отвезете, поставите в точках во всех местах, магазин откройте, соответственно, расходы увеличиваются, издержки увеличиваются. Можете ли продавать или нет, это тоже вопрос остается. Но инвестору придется все равно вернуть деньги и так далее. Поэтому мой совет к вам, меньшими рисками, меньшими проблемами, лучше начинайте работать на заказ, как я вам только что объяснил. Меня зовут Равшан, я из Таджикистана, город Кургантюбе. Мне 21. Я уже полтора года в Москве решил открыть виртуальную торговую площадку, чтобы помочь оптовикам и магазинам продать их товары по всему миру. Этот проект будет похож на Алибаба или Амазон. Я бы хотел узнать ваши мнения по поводу этого проекта. Я знаю, что у меня крупные конкуренты, но я не боюсь. Я люблю решить проблемы. Мой вопрос. Как вы думаете про эту нишу? Нужны ли мне инвесторы? Я сам разбираюсь в этом, уже начал создавать эту виртуальную площадку. Я читал вашу книгу, я и деньги много очень понравились. Я очень буду рад. Если вы ответите на мой вопрос. Спасибо вам большое. С уважением, Равшан. Равшан, дорогой. Эта идея сама, видите, сама по себе, такие площадки уже есть в России. Вот это Вельбресс и другие, другие и так далее. Возможно, вы можете это раскрутить, но без инвестора вы не обойдетесь. Это точно. Это точно не обойдетесь. Но, возможно, вы это можете делать в том, более свободном рынке. Например, Амазон это делал в Америке. Алибабай это делал в Китае, если вы внимательно посмотрите. А Вельбресс и так далее, они делали в России. Вельбресс впереди, за него еще идет Озон и так далее. Еще какой-то есть, по-моему, там двое или трое есть. Но сами впереди, по-моему, Вельбресс или Озон один из них. И почему бы вам не делать те регионы, где это более свободные? Если вы хотите это делать, так. Но те территории, которые в этих направлениях, скажем, в России или где-то делят, это очень вам долго будет, время уйдет и так далее. Поэтому делайте там, где более свободный рынок. Но без инвестиций вы не обойдетесь, это однозначно. Меня зовут Мишаэл, мне 42 года, живу в Израиле. Уже 24 года. Жена, 10 детей. Работаю сапожником, почти один, потому что жена с маленькими детьми дома. Увидел вас буквально два дня назад на просторах Ютуба и сразу полюбил. Спасибо, Мишаэл, дорогой, большое спасибо. В Израиле нелегко даже тем, у кого один ребенок. Но все вишни помогают, слава Богу. Недавно видели дочь замуж. Все, что зарабатывая, уходит на жизнь. Естественно, не хватает. Постоянно в минусах и в кредитах. Помолвка, свадьба. Помогли дочке и зятю купили электротовары. Естественно, на платежи. Вопрос. Можно ли в моем случае как-то выйти из этого положения, если ничего лишнего я не покупаю? Ввиду дохода, расход, еда, бензин, комуслуги. Все, что нужно такой семье. С уважением, Мишаэл. Дорогой Мишаэл, дорогой, сделайте так. Конечно, можно. Тем более у вас 10 детей. Это 10 детей, это целая команда. Среди них обязательно есть талантливые ребята. Обязательно есть, поверьте моим словам. Обязательно есть талантливые. Просто посмотрите каждый из них, в чем он силен. Или посмотрите вы сами, например, в чем вы силен. Если вы сапожником работаете и так далее. Но плохо, что вы сам один это делаете. Почему бы вам не расширять это, не создать нормальный этот, скажем, бутик, чтобы еще 2-3 человека были с вами. Смотрите, Мишаэл, дорогой, сделайте так, пожалуйста. Сначала то, что вы с сапожником работаете, делайте. Из этого постепенно-постепенно превращайте в бизнес. Потому что с сапожником работают. Или там как похоже, это как ручные дела и так далее. То есть получается это ремесло, да, получается. Очень мало денег будут у вас. Если из этого вы превращаете в бизнес, дело пойдет нормально. Потихонечку, потихонечку попробуйте в это направление фокусировать. Я смотрю, вы учет, контроль ведете. Я смотрю, вы очень, скажем, у вас очень хорошая семья. Вы говорите, что не нужно не тратить и так далее. Если вы будете в это направление потихонечку двигаться, и даже когда дети растут и так далее, если кто-то из них где-то будет подрабатывать, зарабатывать, то же если деньги будете вкладывать в это направление, потихонечку превращайте либо небольшого цеха, обувной цеха, либо магазин обувь, либо что-то такое. В этом сторону. Все делайте вокруг обувь. Раз вы сапожник, вот ваш успех рядом с этим. Или делайте ручные обувь, или заказные обувь и так далее. В этом направлении двигайтесь. Вы однозначно подниметесь. Просто до этого момента, как специалист, вы мыслили. Теперь вам надо мыслить как бизнесмен. И это произойдет. Я уверен, что однажды вы скажете спасибо. Этот день наступит. Поверьте, это так. Добрый день, уважаемый наставник. Я вам дважды задавал вопрос, и два раза последовало вашему совету, и результат был отличным. Спасибо за советы. Мой очередной вопрос. У меня есть действующий сейх. Без раскроенного стола. Это швединец, наверное, да? Сейчас работаю как на дом. Работают пять человек. Доход от 10 до 20 тысяч. Сон в месяц. Сама работаю индивидуально на заказ, и я хочу развиваться как модельер. Мы строим дом помещений для раскроения стола, и у меня вопрос, что делать? Можно ли всех сдать в аренду, а саморазвать себя как индивидуум, как дизайнер? Или работать с заказчиком на массовку? Какой путь выбрать? Не знаю. Думаю. Помогите, пожалуйста, подскажите, что делать. Выбрать свою мечту или высокий доход? Дорогая моя, делите так. Если у вас хорошо получается, вы делите хороший дизайн, красивее, индивидуально пошивее и так далее, тогда работайте на это направление по заказу и так далее. Когда по заказу делаете, соответственно, у вас доход маржа высокий, но продажа меньше, но маржа высокий. Поэтому вам надо делать чуть-чуть маркетинг, посмотреть два маркетинга, два вещи анализ делать. Посмотреть, внешний рынок какой? Конкуренция где больше? Конкуренция у вас больше, когда вы делите для высшего класса, то есть по заказу делите, или конкуренция высокая, когда массовые счеты и так далее, для нижесредственного класса. Поэтому это внешний анализ. А потом посмотреть на себя, что у вас очень хорошо получается. Вы хорошо умеете делать, которые как индивидуальный заказ делаете, индивидуальные платья, красивее, лучшее. Или вы для массовки любите, любите это делать. Поэтому оба должно совпадать, внешний и внутренний должно совпадать. Вот мой совет. Если вы хорошо умеете делать красивое платье, красивый дизайнер и так далее, хорошо станьте моделером, пожалуйста, делайте для, а рефокусируйтесь на богатых людей и делайте для них. Или средний класс, или выше средний класс. Да, там количество меньше, но тоже нормально деньги. Но для души будут у вас, зато будут лучше, качественнее и так далее. Возможно, это на большой поток ставить не можете, но по крайней мере будут нормально и достаточно деньги, и уважение, и окружение, и среда, и так далее. И имя будут и так далее. А если, скажем, что не так у вас очень хорошо получили, тогда делайте красивый бойлер дизайн и для массового народа. Откройте сех, то, что вы говорите, до помещения строите. Сделите этот сех, запускайте массовое производство и старайтесь, чтобы сех работал постоянно. Но вы постоянно, успех сеха тоже зависит от постоянно новой модели. Чем лучше вы чуть-чуть модел делите, тем больше продаж, еще чуть-чуть модели. Вы постоянно должны быть креативным, постоянно творческим, постоянно совершенствуете все это и успех обязательно гарантированно будет. Дорогие друзья, ставьте лайк под нашу рубрику, рекомендуйте своим знакомым друзьям нашу рубрику, пишите комментарии, читайте наши книги, посвящайте наши тренинги. Добро пожаловать к вашим услугам. Бизнес. Наставник из Востока. Сайнура Довлатов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова